История субтитров А.Семкин История субтитров А.Семкин История субтитров А.Семкин История субтитров А.Семкин Если Господь благословит, на наступающей неделе, в четверг мы должны выехать. И Бог только знает, встречимся мы или нет. человек себя физически не познает еще. к врачу пойти и кафой. ну вот человек весь, ты его же знаешь, что все одинаково, руки, ноги, ухо, горло, нос, все. а глаза? это другое, другое. а терапевт? это другое. на человеческом теле, душу не трогаем еще, сколько разных специальностей. есть две вещи, которые они не могут объяснить. я много беседовал с врачами, они очень расположены были, там профессора такие все, старались как-то помочь, когда мне было трудно. я говорю, скажите, почему человек видит вещи, как они есть прямо? согласно стали делать так оболочку, это искусственно можно сделать, но в переворотом виде все. почему шмель летает? шмель не может летать. это говорит все, коротенькие крылышки, большое тело, и вот сделано, что такое, не поднимется, все ученые подсчитывают, так начинают звук. а он летает. и у человека есть со зрением вот этот вопрос. я говорю, а как это решает? да никак, принимают и все. нарисуют схему, как идут, преломляются кверх ногами. где вот отражается сетчатка? почему она выдает прямо? вот между этим что-то еще есть, а что никто не может ответить. а со слухом? со слухом почти такой же. человек растет, пальчики растут, ноготки у него, колени, все растет. но есть два в человеке существа, вещества, как угодно называют, которые не меняются. как родился, так и умрет. а что это такое? наковальня и молоточек. иначе голос матери ребенок бы не узнавал. вначале он слышал там дисконт, а потом был баритон. потому что ударит колокол маленький колокольчик, вот в школе звоните, и большой колокол, разница есть и на какую длину расстояние, на километре идет. и показали, что во время чумы, когда было бьютка в колокола, то вредные вещества, специальные реторты ставили, смотрели, где они сворачиваются и погибают. от ударов, колебания идет. мы заглянем сейчас в эти тайны. я в прошлый раз говорил в воскресенье о руках. и вот если что-то кого-то касается, человек ведет себя по-другому, которого не касается, как будто. вот был у нас тут, брат один, уехал он. и опять про меня говорили. я говорю, а где? я вас не называл. золотоводство говорит, мы не называем по имени, чтобы не сделать его более ненавистным. чтобы он не восставал. но если я говорю об этом, а вы сказали, что вот машинами торгуете, поедете и уже продали. ну и почему-то подумал, что я говорил. ну у вас же машины нет, вы же не понимаете. я на квартире жил у того, кто ремонтировал машины. я, может, больше твоего уже знаю. я каждый деталь спрашивал, а я не знал. отец Александр был. он говорит, Миша, а я подумал, что обо мне он говорит. когда мы говорим слово Божье вот сейчас, оно ко всем уже две тысячи лет идет. ну думать надо. а думать чем? руками и ногами или головой? как дети это. а для чего у тебя голова? он не знает чего. говорит, кашу есть. ну правильно, без этого тебе несись ее. а вот за носом что? чтоб шляпу носить. ну что-то другое там есть или нет? семь отверстий на голове. когда начинаешь смотреть в ужас, придешь, Господи, ты все это предусмотрел. да. ибо вовек милость его. ибо вовек милость его. 135-й псалом я решил пройти и все еще не закончил, уезжая. вы в интернете можете увидеть. я скажу, бездна. мне вот Господь позволил коснуться этой бездны. в университете мы начинали целью небесной вытешителю. ну коротенькая молитва. один человек сидел и все записывал. записывал он их кассеты. если вдруг уезжают и две коробки приносят. я решил подарить. а что? я не знаю. я посмотрел. я шестьдесят раз сделал проповеди, вступление, по двадцать минут меньше не было. шестьдесят на одной молитве. а как так? не знаю. не знаю. а вот когда начинают говорить канон Андрея Критского. и сколько будет время во время великого поста? посмотрите. полностью. двести четыре события библейских. помилуй меня, Господи, помилуй. никто не понимает. Петр Мещеринов, игумен нынешний, патриархийный. и он говорит, 85 процентов нашего богослужения мимо проходит, а вот вообще не понимает и не знает. человек знающий, ему доверено со всей молодежью федерации заниматься. я все еще касаюсь. пока только как вести себя. ноги для чего нужны? вот если она балерина, она скажет, для чего? как говорит, разбитные шансонетки агитируют ногами. шансонетки это песенницы. из президента они там показывают все это. вот. и папа так написал. агитируют ногами. а ноги для чего еще? ходить. а бегать. ну и бегать. а прыгать. и прыгать. и только всего. мы как-то ехали. я говорю, скажите, для чего у человека ногти? ногти. обыкновенно не палец, а ногти. стали перечислять и... да не может быть. ну, Петр первый прокладывает дорогу. и он ногтем прощертил, а тут на этот палец выслал. и вот сегодня так поездают. а там причины каких нет. он на линейке-то когда вел, а ноготь выступал, он другим-то ногтем провел. и все. вот нужно исследовать сами себя. сегодня мы поговорим. если о руках написано 1627 раз в библии, то ногах поменьше. 313 раз. я 15 мест только взял. сейчас мы их проверим. а хотел бы ты, чтобы ноги у тебя не болели? хотел, чтобы ноги твои были. ну как я могу быть другим, если у меня ноги кривые? а почему? рано ездил на лошадях. я знаю причину. нет таких ног в ранении у кого? а у него он как бочка лошадь, то ноги-то загибаешь. и вот такие с косыми ногами все, которые казаки ездят. колщиноги называются. и никто на это не обижается. если человек в шахте работал, у него остается пыль туда входит. тело. все меняется. так и здесь. как прекрасные ноги. вот в эту прекрасную суть мы сегодня должны посмотреть. стремлюсь я к этому или нет. последний стих. прочитайте еще раз. и как проповедовать, если не будут посланы? как написано? как прекрасно ноги благовествующих мир, благовествующих благое? благовествующих. о чем? о распятии Иисуса Христа. это как посланы быть? а кто тебя посылал? меня наоборот удерживают со всех сторон. вот нынче только у нас приезжали, недавно здесь были две сестры и три брата. приезжали помочь нам. я скажу ее звать Оля. она приходит в храм, как обычно, где она там в нем Тюменской области. священник выступает и ее называют по имени, по фамилии. называют еретичкой. больше причащаться не будешь за то, что ездила к Лапкину. он еретик. и он как разнесся. сейчас приготовили письмо на благощину будет послано. и тот, он меня знает? нет. но он просчитал где-то. а я в интернете просчитал. в интернете много написано. богохульники, колдуны там все. и она вон она стоит и показывает на ее. так руками ты как приснешь. но он как-то мешает тебе? нет. но у нас сестра Жолдярова. Нина Александровна. у него родина Клочник. тут недалеко. ездишь когда в Барнаул здесь. и муж когда вон он вектор, она решила туда переехать. купила дом у нее. все хорошо идет. взялся на нее священник Игорь, там Щернодыров, какая-то там, не знаю. не запускает храм за то, что она ездит сюда. она говорит, я через него уверовала. и это ответила, я через его проповеди уверовала. это Оля. нет, его не касается. в храм зашел, он из храма его вытурил. она 7 лет стояла на улице. стояла так. служба-то длинная так. у нее валенки протаяли до земли. мы обращались к митрополиту и к епископам. ему говорят, он никак. а теперь он другой. не какой-то Игорь. эспиридон. теперь его запустили. 7 лет. и она каждый раз спрашивала, сколько будет. господь знает, что-то из тебя выжить надо. господь это делает. он любит тебя. и ты за него крепко молишь. ну она стала ездить в Павловск. да недалеко, 40 километров. ну рядом же он храм. а там больше 6 тысяч человек не бывает никого. а который храм-то строил. не священник же. и тоже, вон ему не подчиняются. священник сейчас закроют храм-то. даже такое есть. наши ноги. вот они болят. а почему болят? потому что где сгибается в колени, там прокладка. и она и стертая. ну смазка у тебя на каждый подшипник. и вдруг кончилось что? сгорит? вот это же состояние и здесь. ну а почему у других не болит? меньше ходили. я с детства вырос на полях. под с тушенком был. бегал, корченился обратно. только пешком. и когда ничего не было. начало перестройки. у меня хорошие отношения были с типографией. и я мог отходы брать и переплетать толстыми. и ко мне тетради. большие так писать то нечем. студенты приходили с рюкзаками. в больницу, в милицию. я каждый день ходил. ходил в типографию. до дома измерил шагами. шаг 77 сантиметров. я прошел 3400 километров. ясное дело, что ноги не рассчитаны. все-таки ну теперь позади это. научили маленькое как-то делать. я хожу без костыля. а если костыль увидели, все стареть стал. у людей. а почему не сказать наоборот? отслужили свое. итак, слушая Слово Божие. мы сейчас прочитаем Бытие 18.4 на свои ноги сразу. обратите внимание, когда вы ходили по делу. не просто, а для славы Божией. и принесут немного воды. и омоют ноги ваши. и отдохните под Синдеревом. видите, чем занимались? приглашали. сколько у Авраама слуг было, мы считаем там. и когда увидел странников. а почему? жаркое время. слуги могут заснуть. вот Златоуст говорит. он все время смотрел. дорога проходила, тропинка там. это тропинка. я все в Старске делаю такие. все салонники. сегодня салон. когда ехали мимо, как там, большие холмы. и там видно кто-то с тропинкой. но Павел, наверное, здесь и шел. ходить пешком можно или на след. транспорта не было. интернет изобрели. ходил люди. сколько он исходил. как Златоуст говорит. по всей вселенной. еще написать надо. к нему идут. так. в Салмах. в Салмах 18 раз упоминаются ноги. в Новом Завете 38 раз. так. Лука 1, 79. просветить сидящих во тьме и тени смертные направить ноги наши на путь мира. для этого стоит пойти. а в какое время? Никодим ночью приходил. боялся своих соратников. и что они будут говорить. только сегодня осмотрел один человек. занимает большой пост. православие. не священник. профессор. 86 лет. бритый. и он очень клевеет. бритый это безбожник. это враг Божий. как Библия говорит. даже Иерусалим не пустил Господь. иди в город. проклятие Иерихоны. сиди пока полы на бороду и обрезали у них. это Библия говорит. там и небесный Иерусалим идет. мало того. если когда он все время сгалстук. это масонский знак. если снял галстук. обязательно верхнюю повесу растягни. ты не думай что это смущайно. свастика это переломенные концы. восьмиконечная звезда в церкви. пятиконечного масонов. шестиконечного евреев. зачем они выставляли на знамени. когда посмотришь на это. и люди не понимают верующие. этого человека слушают. а что я сделал доброе дело. никто не знает. какое доброе дело сделал. скольких ты отравил людей пока ты преподавал. семинаристом. дальше это не говорит. только известно сколько ереси было. священники его там действия. книги там жили. показывает. ворохами. по сегодняшний день выходит. надо коснуться души. совести. какое ты имеешь право выходить. когда ты развращаешь. и отвращаешь от православия. я сегодня посмотрел. 2.18. яков прямо говорит. кто-нибудь скажет. ты имеешь веру без дел. покажи ее. а я покажу. веру из дел. вера без дел мертва. Павел не боялся сказать. вы считаете сегодня. боли всех был. там-то. боли всех перенес. кто-то. вот. для чего. когда. тут речь идет о том. надмиваешься ты или нет. иначе зачем было бы это сказано. по всей вселенной. Павел показывает. ходил. собирал деньги. приносил. да кто тебе бы знал это. если бы ты не сказал. должны знать. иерусалляне. откуда пошла вера. а они сегодня нуждаются. у них голод. сегодня. в настоящий момент. тогда было. и так сегодня. они уже подготовили все. чтобы произносить антихриста. мошах. мошах это мессия тут. другого ничего нет. когда мы начинаем дальше смотреть. надо быть совершенно слепым. чтобы не видеть. господь нас научает. через это. на ноги куда. на благовестие. на проповедь. посылать тебя дух святой будет. а меня никто не посылал. меня никто не посылал. не посылал. они приезжают сюда. я готовился поехать. долго. не хотел ехать. наконец меня сбили. крах маленького зоя. поехать в америку. и сразу приехал сюда на дом. как то было то. один дом. епископ приехал. чтобы меня рукоположить. чтобы я поехал священником. вот батюшка где рукополагался. сначала там год или полгода. в кощегарке работать. чтобы на глазах быть. у меня наоборот. а чтобы епископ на дом приезжал. нет. почему. бог знает. я сказал это не мое дело. не мое. я полностью курс семинарий проходил. от кандидата богословских наук. александр миловарова. надо чтобы дух святой тебе показал это. и уже я вот был когда. в америке меньше всего ездить надо. ну. поехал. за столом сидит митрополит. епископы. почему вы не священник. мы сейчас можем рукоположить вас. я говорю. кое-где мне дорога будет закрыта. как закрыта. ну вот это одежда ваша. пойди где-то в мире. митрополит. а я один из них. митрополит. подумал. действительно. наверное кое-где тебе путь закроют туда. значит. ноги мои туда уже не проливнут. я могу сказать про победу. почти во всех странах Европы. в Америке. в разных штатах. в самолете. на кораблях. все что. это милость божия. это огонь в костях. о чем говорит Еремей. поэтому мне постоянно нужна помощь. вот сейчас напали на сестру. что дальше будет. совета ждут. уже написали. брат один написал. очень хорошее письмо благощинному. и сказал. мы месяц ждем. а тогда обратимся в более высшие инстанции. все сплошная ложь. из свящерей. а я не знал. на это я отвечаю. ну ты в свящере. не запрещенный. нет. и в алтаре стоишь. да. и поднимаешь руки. да. так зачем тебе руки. это нужны. когда в сердце ложь у тебя. бог не слышит тебя. он бы сразу остановил тебя. опусти руки. ты покрытый ложью. выйди. попроси прощения у народа. 85 процентов сектантов. баптистов. сегодня еще. бывшие православные. они не из мира берут. более благоприятные почвы для сектантов. православные не построили. библии божьи. а библии не знают. они показывают. библии написано. чтобы там свечи жгли. кадилом махали. прятали здесь. загородка какая-то. нет. да какая ваша вера то. и человек расплылся. надо. а что нужно было делать. объявить библию незаконно. людей сохранили бы. а сами ведите. а вы сказали библия божий. перевод наш правильный. и они сразу все раскупили. а у нас ничего нигде нет. и поэтому. ноги наши должны стремиться там, где нам Бог уготовил поприще. и далее считаем. 22 стих. так это Лукас Семсидян. 15-22. И отец сказал рабам своим, принесите лучше одежду и оденьте его. и подайте перстень на руку его и обувь на ноги. обувь на ноги. а какая обувь? готовность благовествовать. вот если не благовествуешь, не идешь никуда. но своими мыслями образования там у тебя есть, ты босиком сидишь. ноги в готовность благовествовать. обуйте их. кто еще не сделал это, постарайтесь. не только куда ездишь, а сегодня легко это делать в интернете. наше вот интернетное содружество, 176 человек, не каждый выходит, но 7 раз в день собирает на молитву. мы вот посмотрели, в интернете такого содружества нигде, что православное, по слову Божию, по житиям святых, по толкованию святых отцов, по канону, нет пока нигде. поэтому успевай, пока есть эта возможность. я уезжаю, больше, может, ни разу не встретимся, но я показываю, где наши сокровища. сокровища неоценимые. так, Евангелие от Иоанна, 13.5 потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Господь ученикам. ну, обязательно это? скажи, когда тебе кто умывал ноги? а что говорить, я сам помоюсь? ну, умывали ноги друг другу. Господь говорит, видели, как поступил учитель? поступайте вы, он и говорит об этом. а смысл какой? ну, сами просто понимаете так это. для чего ноги нужны? чтобы их омывали. руки не мыли. у меня руки, они все время, ягоды берут где-то, они пропитаются. не могу оттереть даже. ну, постепенно. а ноги? не один даже приехал, я знаю, очень хороший человек, я приехал и ноги умыть вам. я не могу отбить, но даду условие одно. только помоешь, сразу садишь на кровать, я помою тебе. ну, так согласились. почему? знак высшего уважения и покорности. тут ничего не заложено больше. и поэтому, где вы бываете, кто приезжает, тоже думайте об этом. нуждаются они в этом или нет. там они ходят, когда пыль, а если я хожу в сапогах, то они такие, как и из бани вышли вчера. так, деяние 21.11 и вошед к ним взял пояс Павлов и связал в себе руки и ноги и сказал так говорит Дух Святый. мужа, чей этот пояс, так свяжет в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников. а ноги при чем? чтобы не убежал. вот когда отправляют этапом куда-то, то пересчитывают. закрытая стена, там не выспишь. то каждого проверяет. я увидел мое дело. оно было, я не видел знака, но какой-то знак был, что особо бдительно, чтобы смотрели, и никто ко мне не подошел. меня охраняли они. а другого так, вот красная полоса, этот склонный к побегу. он всегда идет гремит цепями. это не нами придумано. поэтому человек, который идет на злое дело, его связывает. а здесь, наоборот, снимают. вот я говорил вчера об этом. вот чудо какое я спрашивал. отправили, где я не знаю языка. ну, сегодня другое государство, Казахстан, Джамбульская область, город Джанатас. я не знаю этого языка. Господь так сделал, что... как часовые какие-то. вот если я подхожу к кому-то и говорю, вот это же 3700 человек, большой лагерь, не трогать. но если кто ко мне подходит сам, значит, того вывести сразу и бить. черенки лопаты какие? приходят, ох, как бьют сильно. а с другого одежды сняли, большая клетка. уже осень, уже снегом запорошила. снимают его до утра. вот почему я больше ни у кого этого не слышал. то есть, вот такая двойственность. запрета нет. получают письма, там, обо мне ходастие, то ООН, Япония, там, где... то есть, я не знаю, у кого такое было. вызывают замполитов в кабинете, посчитайте. я посчитал его, у меня известие тяжелое. какое? близкий человек умер-то. и что? мне надо молиться. ну, я выйду, помолите здесь. такого никто не слышал. я помолился, поплакал. ну, дорогой-дорогой близкий человек умер. он приходит, письма лежат. посчитайте, а они все лежат. когда освободят, тогда вы получите. но освобождение такое быстро было, стремительно. я и про письма эти забыл даже. почему? указание дано. два часа, чтобы он за зоной. когда пришло помилование, еще не реабилитация. как у Бога, все вымерено. быстро ногами, быстрее, быстрее отдай все. мне ноги должны были вылететь из лагеря. я говорю, я буду жаловаться, все корпорации. жалуйтесь. я говорю, начальник, а теперь с той стороны уже как свободный зайдете. я такого тоже не видел. указание дано. вот если бы мы так знали. есть некоторые вот у нас здесь, которые вечером их никогда, в субботу, никогда. ну, а почему не приходят? чем вы дома занимаетесь в это время-то? при том, это ни день, ни два. и сколько раз я говорю, надоедаю. вот руки, опущенные руки. человек не поднимает руки на молитве. причина какая? не, ни один не подойдет, не скажет. я сказал, сорок икон. вот здесь у нас с полторем. найдите, где опущенные руки. я пошел в митрополичий Покровский собор, пересчитал там 475 опущенных руки. нигде. господь говорит, опущенные руки. то есть человек сдался уже, с ним воевать не надо. ты должен наготове быть. ниже, это счастье не купай, на руки не опускай. а не может поднимать. я говорю, а обедаешь? обедаю. ну, до того уровня. хотя он поднимает, но рукой как же. ни разу. и перестал человек ходить. это прям вот, неделя прошла и все. не думайте, что я просто так говорю. вы знаете, пустая скамейка. под разными причинами. но причина одна, не трожь меня. человек не сделал первого шага. отверг из себя. возьми крест. и следуй за мной, следуй ногами. речь о ногах идет. не просто так. и что нужно? никак. и пойти не. а почему? с врагами знается. и отравляет души человеку. вот вы сестры услышали, знаете о ком. я не называю их. понятно. постарайтесь, чтобы человек из себя выскрип. тебя не обидели никак. я сослался во всех святых. что я сказал не так-то? ну подними руку. тогда вообще не подниму. ну и ну. и кому ты нужен? у меня позвоночник. три грыжи от тяжести. на одной сделали операцию. довольно успешно. но наклоняться больше нельзя. можно было только лежать и стоять. сидеть нельзя. и поэтому стоя обедал и все. но господь показал, что возможно я все наклонялся. и наконец это охотно. я сегодня наклоняюсь как будто ничего никогда не было. господь видит это желание. а с рукой было такое тоже как я его так поднимал все время. поднимал. и наконец инвалидность. вторая группа там. и господь сделал так, чтобы вдруг все выздоровело. почему? я не знаю. вот как пример я привожу Солженицына. когда полностью опутано раком. вытащили в коридор. врачи сказали. тут день-два его не будет уже. снова проверить. а вообще нет ничего. этот сегодня пишет и говорят. вообще никто не может объяснить. ну было же все. сохранилось. а как смотрели. какие органы поражены. ничего нету. и сколько он после этого еще жил. поэтому у бога все. ибо велика как? милость Господи. ибо вовек милость Его. далее считаем. 26.16 деяния. но встань. и встань на ноги твои. ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе. Павел. встань. он еще ничего не понял, Павел. но идет у него все ордер. у него все бланки есть на руках. арестовывать христиан. влачить их. он очень был ревнительным. а в том, что научили его с детства. и вдруг оселял свет. никто не видел никого. да и он сам не видел. так а голос был. встань. на ноги твои. и дальше он сидит три дня. не пьет и не ест. вы знаете. ордерий епископу бог сказал пойти. он говорит. так он пришел сюда убивать. он другой. ты иди к нему. и дальше что будет. как он против всех восстал. особенно, когда он беседовал. смотрим. святые. пятнадцатые говодяне апостолов. авторитетов никаких нету. да уже апостолы были. никакой роли это не играет. библия. она будет судить. двенадцать сорок восемь ангел. она будет судить. потому. почему святые считали. что когда идешь в храм. из храма. ангел считает твои шаги. сколько они есть. ну это разговор один. поэтому. приходите в храм. уже считается воскресло Евангелие. притом ни один не может ответить. где эти люди бывают. в городе. или здесь одинаково та же. это я бы из угла в угол катался. когда здесь. богослужение идет. связь с небом. поют так как хористы настоящие. проповедь звучит. златоусты считают. а я дома буду сидеть. не обманывайте себя. вы ничего не получите. господь смотрит на труды. переломи себя в этом. не смотри на то. что думаешь ты. что думает теща. зять. сват. ты перед богом будешь стоять. через дорогу перейти только. ничего не могут сделать. почему. причиной две. не было духовного рождения. как не было. не было. он уверовал. как что бог есть. и дальше дело не идет. а как знать. Дух Святой. Иоанн Креститель говорит. я крещу в воде. но за мной идет. крестить будет Духом. проверьте себя. крещены ли вы Духом Святым. Дух Святой побуждает на все это. и что я говорю. вот сейчас. это взято из писания. которое написано Духом Святым. у Духа Святого. три. причины. почему он здесь. и Дух Святой придет. обличить мир о грехе. о правде о суде. о грехе. о грехе. когда хам не прикрыл отца. златоуст говорит. это место объясняет. что он получил. континент. раб рабов. а ты. церковь. это как листики все. ты не пришел. другой не пришел. никого и нет. вчера начали. три человека. может еще потом два пришли. все. ты мать церковь раздел. ты это слышишь сегодня. слышишь я. я уезжаю. может навсегда. от вас. я уже. сел. 70 лет. при большей крепости. 80. а там уже 85. ну может устал от жизни. нет. я не устал. потому что. я не могу войти. мне как будто 30 лет. я вообще не понимаю этого. что у меня старость. не все так работает. как раньше. но без палочки. хожу пока. поэтому. поревнуйте. что я говорю. больше вам никто этого не скажет. не скажет. повторяю еще раз. не скажет. а раз нет. значит не будете посланы. когда в последний раз съездили. специально пробовать. мы вот обошли все здесь. места. все районы. сколько там. 48 районных центров. какие. большие села. прошли. ни один. ни два. мы проехали 650 городов мира. от Владивостока до Лиссабона. Португалия. таких путешествий. в настоящее время нигде не было. наехали с дарами. повторяю. на сегодняшний день. мы подарили. подарок сделали. ни один. ни два. 35 миллионов рублей стоит это. и когда к нам приезжают люди. оно. могли бы дать. могли. могли. я понимаю. что вам надо дать. один раз нагрузили. у них. рессоры прогнулись. полностью. все. а мы. а мы где берем. едем. где братья Едионовы. Господь показал. через нашу сестру. там-то в Иркутске она доказала. там. есть один. не знает какая секта. но. Игорь один. кукушкин. и мы туда же сразу поехали. и Бог показал. какое чудо. это. это я видел первого человека. который. не просто платит десятину. еще десятину надо. вытягивать. кто. мне дали десятину. он проклятен. проклят. считай вторую главу. малахи. а здесь. у него. жена. девятая ребенка. беременная. и он говорит. я плачу пять десятин. и как его Бог благословляет. я все рассказываю. когда. люди считают. как это сказка какая-то. и мы за стол сели. когда. у нас трое было. и он стоял. прислуживал. и крестился. вещь невероятная. вот мы были в благовестии. осталось только проехать. ну. под этим. под ламаншем. и туда. но они тут-то были. масоны восстали. а там стоят. и у нас ролики есть. стоят баптисты. жены. дети. молятся. Господи. благослови. Игнатий. кто с ним едет. мы ожидаем его. и баптисты стоят и рукой крестят. еще мы не приехали. они уже православные. православные учения. они против не будут говорить. и это все снято. как Господь делает. я хвалюсь милостью Божией. как меня Бог обильно благословил идти на страдания. на радости. ну сегодня вот от Москвы до дальних окраин. ни одного нет. кто бы претерпел был посажен как диссидент. это такое время. и Господь наградил меня большой властью. какой? попечителем. все время я вообще не должен знать кто нуждается. пришедшие. рождец. рождец. или что-то. попечителем. и второе. если кто-то отрекается. его пытали. я имею право ходатайствовать. ходатайствовать о нем. как исповедник. что это очень трудно было. его пытали. поэтому есть такое что отлучает на 30 лет. вот сбавьте ему. имею право ходатайствовать. у нас больше никто этого не имеет. Бог дал мне право. почему? власть потянула меня. и теперь этой властью они мне дали. я ничего не могу сказать как только благословлять Бога. за все это. далее 10 к нам пришла. Ефесянам. 6.12.18 вооружение наше. потому что наша брань не против крови и плоти. но против начальств. против властей. против мироправителей тьмы века сего. против духов злобы поднебесной. вот где наша борьба. кто наши враги. а такой как на вас говорит. он движим этими врагами. он только движется. а на самом деле дьявол это делает. а раз он предался он это делит. то же самое на себя. а что он сделал. ничего не сделал. молитесь за врагов. за насчаствующих. дальше. для сего. приимите все оружие божие. дабы вы могли противостать в день злый. и все преодолевший устоять. и так станьте. припаялся в чресло вашу истину. так по порядку. истины. никогда нигде не лгать. не обманывать. не студить чего не знаешь. не суди о том чего не знаешь. что плетется по дороге нищий. ты о нем от горести рыдаешь. он же прячет нож за голенищем. не суди о том чего не знаешь. что душа суровая у брата. а дальше говорит. и не знаешь что у него душа как вата. это надо жить. говорится. путь с Олей вместе сеть. чтобы до конца понять. но Бог открывает. бывает даже не встретился. вот в моей жизни неоднократно это было. в одном месте я был. и тут же сестра одна привела человека. он ей отец родной. ему скажите. у меня уста закрыты. он постоял маленько. в детали какую-то. и вышел. а почему не сказали. не знаю. господь закрыл уста. чтобы больше не отвечал всем есть. он не знает. но если и сказал он. такое останется. господь строго еще взыщет. а может он перед смертью обратиться. я не знаю. вот начинаем еще когда молиться. и Бог внезапно открывает. причем притом. еще даже мы не высказали. до конца все. в это время. я говорил. как тут брат один. он уехал. порченный. ну куда я пойду. никого нигде нету. только проговорил. в это время открывается калитка. входят две женщины. прилично одеты. как раз был. гриб куриный. а они за этим приезжали. узнавать. какая тут замка. я говорю. миша. скажи им. мы сидим во дворе. ничего не надо. ты молись. и господь если больной не может. на дом тебе пошлет. ноги то у других тоже есть. мы о ногах говорим. говорить о ногах надо по слову божию. и облегшись броню праведности. броня. когда праведность. не лукаешь. праведность во всем заключается. во всем. где бы ты ни поступал. правильно. неправильно. ты не ходишь в церковь. раздеваешь мать. запомни это. раздеваешь мать в церковь. зато он говорит. как ты опишешь. это все остальное кончится. сколько бы ты ни жил. хоть 969 лет. как он простоил. все равно умрем. не забывайте. пока храм открыт. я делюсь событиями мирового масштаба. где-то близко-близко. запрещено будет христианство вообще. как религия. и другие. один будет царь. и три с половиной года будет. не пропускайте эти моменты. побыть вместе. я вот как молился. просил. умолял батюшку не ездить. после операции. ничего не могу сделать. и одна и та же дорожка. когда мы смещение. куда дальше там. монастыри и все. это тревожное состояние. и ничего нельзя сделать. добрый. умный. иди. вот здесь. ну иди рядом. никогда не пойдет. что. у тебя было это. вот. когда ты. крещение духовное. у меня не было. я просто ходил и все. и дальше говорит. даже из школы пришел. и бога нет. учительница сказала. мне этого не было. никогда. а что делать. остановите. простое дело. я встал на колени здесь. и говорю. не езди. не езди. даже хоронить некого будет. ну где-то на конце страны. и опять туда же. и при том. ни разу. один раз позвонил. и все. это тревожное. тревожное состояние. зачем ехать. куда ехать. на благовестие ни разу с нами не поехал. нигде. а где мы были. священники. прямо просятся. ну возьмите. мы это узнаем как. мы посмотрим. как вы это делаете. патриарши тоже думали ногами ходить с нами. я говорю. ну давайте. давайте. пришли на дом к нам. священника. три. архиерея благословения. другой был архиерей. ну и как. ну давайте так. у вас евангелии нет. доставайте. доставайте. как мы делаем. наравне. мы русская православная зарубежная церковь. а мы московский патриархат. и что. и дальше назначаем дело. допустим. шарщина. мамонта. вот тут рядом где-то. едем. договариваться с какого конца. в какое время выезжать. что с собой брать. и говорим. в таком-то клубе. договариваемся. там люди сойдутся. будем беседовать. а если скажут что нет. мы будем им говорить. но приглашать будем. только московский патриархат. это так. мы к себе ни разу не звали никого. я сразу поставил задачу. почему. иначе мы не наистине христиан. а уродок. может быть. и. все правильно. вернулись назад. сгинуло. больше никого нету. так никуда не поехали. а приходили. тут. такие события. звонят они. тут такой потенциал. там архиереи говорят. я говорю. подождите. а приехали что. знаете. я говорю это. ногами. чтобы ходить. умели мы. вот. губернатор. решил сделать совет. совет. чтобы у них были. от каждого. религии. и все. а они настаивают. чтобы были только. которые были. православные. и ислам. и там. евреи. и иудеи. все. остальных не брать. и архиереев. послал ко мне. когда мы побеседовали. скажите. а кто их. ну вы знаете. кто был. перед этим. губернатор. я говорю. не забывайте. что. его не избирали. а он вставленник президента. и потом. против президента. он не пойдет. второе. он юрист высочайшего класса. и против закона. он не пойдет. он не может сказать. православных. возьмем. а других не возьмем. совет. главное. это православные. как армянский говорит. вы генералы. а мы простые. у нас. чего тут дуться. у нас. людей то нет никаких. не ходите никуда. вы скажите. мы имеем право не ходить. мы отказываемся. остальные сами разбиваются. да вы что. ну и так. она утром. у меня знакомая. которая там у него там. преподает религию. и она говорит. все расцелились. никого нет. а не. что. пойти вместе с нами. там. к евреям. другим. не надо никуда ходить. вы себе цену знаете. православие. это основа. как они называют. основа полагающего государства. конечно. не то православие. которое мы видим. которое 85 процентов. не понимает. и дальше. и обувшие ноги. в готовность. благоествовать мир. готовы. сколько мы раз ездили. вы знаете. это здесь было. ездили. мы не ездим сейчас. мы перешли в интернетную версию. и конечно. тысяча раз больше захватывает. я стою утром. а уже материалы. которые пробуют сейчас где-то. а нас завтра уже миллионы людей услышают. не два. не три человека. они берут нас свои. и дальше распространяют. даже мои стихотворения своим именем подписывают. и говорят. разницы никакой нету. если мы делаем то что. во всей стране там больше нету. ну да мало. батюшка мало. но здесь сто процентов приходят сюда. верующие. ну сто процентов. вот они перед нами. девять человек. а было бы больше. и больше так будет. дальше. и больше всего возьмите щит веры. которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы. они пускают. они лгут на тебя. вера. я верой. будет этому конец. и поэтому златоуст говорит. в первую очередь молитесь о врагах. я думаю. да и вот от них постыны бывают. злодейство сделают. пока от других молишь. он тебя может убить. поэтому помолись чтобы Бог поставил на место. вера. еще дальше. и шлем спасения возьмите. то есть. он нас спас. голова моя не должна принимать иного что-то. а только от того что спасение содействует. а что это. на днях она заходит. да прямо совсем рядом. я не знаю что. ну послабление такое. ничто. я говорю. взял. скопировал третью голову евангелиотяна. и говорю. семь раз в день считай. все встанет на место. считай внимательно. внимательно. семь раз подряд. а ты можешь потом еще в обед еще семь раз. голову одну. больше не надо. у тебя не вместиться. так возлюбил Бог мир. остановись на этом. он возлюбил тебя. я не могу бросить пить. женщина. уже его разводит. и все опять. и опять я напилась. господь силен все исправить. и что исправляются. и не только исправляются. но делается еще и путеводителями. когда кто-то должен читать молитву. вот у нас утром. мы в пять утра начинаем. у нас еще три дня. кто желает помолиться с нами. вы знаете где мы живем. на Створечник. приходите. к пяти. приходите. хотя бы один раз. я вижу кто братья наши приходили. сестры были. а то и в интернете и где вас нету. и вы посмотрите как молимся. стопоклонная молитва. кого поминаем. и как все это делается. дозвон называется от нас. а потом через каждые два часа. звонки идут. я уезжаю. ну какое-то отношение имею к этому. и вы все. хотите или не хотите. но вы связаны с 27 сентября. когда я обратился к Богу. моя жизнь изменилась. а потом многие услышали. так уж Бог устроил то. поэтому то что я говорю. не пропускайте подослужения. я уж не говорю среди недели бывает где-то. хотя бы один от дома был. а никого нет. Мироз говорит. прокляните Мироз. они не пришли на помощь Господу с храбрыми. прокляните. уже мечи. зажили. танки уже слили горючее. и не пришли на помощь. что это? предательство. снова вооружитесь. идем на Мироз. евреи. так это наш город. я сказал Господь говорит. Мироз проклят. во время битвы не пришли. ждали на чьей стороне будет. победа. туда склонимся. перечислили. ни одного нету из Мироза. вы знаете эту историю библейскую? прокляните. прокляните Мироз. говорит Господь. вооружитесь заново. а уже мечи сложили. вернитесь в городу. истребите его. вот. тогда люди знали, что не выходить нельзя. субботу нарушил. все семейство вырезать. убить. наметать камни. это Библия говорит. поэтому. у Бога шуток нет. у Бога все на серьезе. притом на большом серьезе. сказано не делать. у нас тут что-то разрешено. ну. разрешено. да. может быть так и надо. потому что мы в Сибири живем. и на воскресный день. но. надо помнить. вот. среди недели у нас. разговора даже нету. когда праздник. помолились. поезжай. а тут не погода. а на день. на тот день погода. воскресный день. не знаю. у нас разрешается там собирать ягоды. там. пошли на рыбалку. посещение больных. ну. ну. все такое. но это тоже работа. ну. у нас вот не принято так мы считаем. а у евреев. у евреев было бы принято. они даже свет не включают. не пользуются. у нас более затруднительное положение. а вы уверены что не надо? я уверен что надо слушать Слово Божие. но здесь обстоятельства такие. что может быть никак по другому нельзя. и нужно молиться. чтобы Господь сам. не мои слова тут были. дальше что? иметь духовный. который есть Слово Божие. но если Слово Божие не считаешь. у тебя что в руках? палка? костыль? что у тебя? меч. меч это сегодня стрелять. это ракеты. это самолеты. это все в это Слово меч. Слово Божие. какие бы они ни были. а ведь почему так написано? а не опять свое. Бог сказал вот что. даже такое. верую во единого Бога Отца Сидержителя. Бога истина от Бога истины. я говорю. а какой Бог истина? ну Бог и Сын. нам можно сказать что Бог и Христос не истинный. да что вы говорите? я говорю а Дух Святой да так. а теперь считайте Духа Святого Господа Животворящего. там же было истинного. старобрядцы это сохранили. почему убрали то? вы сейчас слепые? а мы сразу же сказали архиерей будут ну пожалуйста пожалуйста. и когда приезжают батюшка им говорит и они считают спотыкаются. Духа Святого Господа истинного. от них она пошла пакость такая. если Бог единого Святой Троица не выше и не ниже все безначально Троица истинный должен быть. еще. все? да. так. первое Тимофею 5-10. еще три места. известная по добрым делам. если она воспитывала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. то есть пенсии не получали люди, а церковь брала на свое иждивение и ставили порядок. сколько ей лет должно быть, как она себя вела. остальное. ходи, побирайся. и поэтому жизнью своих человек готовил себе пенсионный возраст. умывала ноги. да при чем тут? от этого многое зависит. не просто его кусок бросил. евреям 21-9. учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. не увлекайтесь. не ходите, куда попало. а теперь посмотри еще раз. евреям 2-1-9. посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало правильное воздаяние, то как мы избежим вознеродевших от таликом спасения, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле. ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его предангелы. Славу и честью венчал его и поставил его над делами рук твоих. Все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего не покоренным ему. Ныне же еще не увидим, что все было ему покорено. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славу и честью Иисус, который немало был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Вот как вера распространяется. Вот кнопки нажимать. А сегодня это то, что ногами надо было делать. Вот сами посмотрите. Последний год прошел. Какая душа обратилась у тебя? Самая ценная – это спасенная душа. Есть такое изречение. Одна спасенная душа дороже целого мира полного золота. Все строения, все было бы и золото. Это из земли. Я на тех только узнал, сколько золота, которое по банкам хранится. 88 тысяч тонн. И оно лежит бесполезно. Они никому не нужны. А спасенная одна душа за две Христовы должен был умереть. Жизнь Бога-человека показана нам во всех Евангелиях. И откровение, в котором пять раз ноги поминаются. Один пятнадцать. «И ноги Его подобны Халкаливану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод многих». Это образ Иисуса Христа. То есть он уходил, постоянно где-то был, уходил на молитву на ночь. И он все делал для того, чтобы люди искали. Переходил на другое место где-то, когда накормил. Вы пришли не потому, что там поняли, а потому, что наелись. Из-за этого вы идете. Я видел, как где-то в Африке сегодня, которые обратились, целое селение. Первым делом кормят их. Большие щаны, наваренные. И они там едят. У них есть нечего, куда они больше-то. А уж как они уверовали, что там, я смотрю, ни по чем не видно, что так, как есть. Ну а из них, ну из них там одели его, как священник, перевод делается. Конечно, мы не привыкли к этому. И сегодня говорим только о ногах. Я не все сказал. Ноги существуют для того, чтобы бить павшего человека, пинать. Есть такое выражение. Пнул его. Ноги ночью подкрадываются кому-то, ведут человека туда. Ноги уводят человека из церкви. Видите, нога положительная и отрицательная. И урок так же самое-то. Руками можно стрелять, можно молиться, можно приветствовать. Поэтому распорядись своим телом. Говорят психиатр. Психиатр не может быть неверующим. Психиатр от слова психея. Психея это душа. 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 Как можно говорить психиатру что-то, а когда он душу не признает? Никак. Он должен признать, что в человеке живая душа. Вот она отошла и человек упал, больше ничего нет. Я прошу всех прощения. Мало еще в жизни нашей было. Мы выезжаем в четверг. Три дня осталось. Милостью сегодня у нас, думаю, будет занятие. 12 дней за стенкой вот собираемся. Тоже просим. Приходите. Если есть какие вопросы, запишите. Этот день может быть последней нашей встречи. Богу нашему славу во веки веков. Аминь. Аминь. Аминь.